Здарова, народ! Это с вами снова Зак, на связи и игра Assassin's Creed Братство Крови или просто Братство или Бразерхуд. Короче, чё у нас тут? Где мы вообще? Твою мать! У меня игра была свёрнута целый час. Я отлучался, немножко передохнул и сейчас продолжаю изучить. Ага, отмена? А что ещё делать? Контр? Чё-то нажимаю отмена, не нажимается. Так-так-так-так-так, вышка Борджа, значит. Окей. О, смотрите, чё появилось на карте! По-моему, в предыдущем видео я говорил о том, что вот эта лавочка, да, она очень похожа как вот лавочка, скажем так, одна-единственная у дома Леонардо, если это можно назвать домом Леонардо. Думаю, помните, там какая-то коробка лежала и Леонардо шептал, типа, эй, Эдсо, иди сюда! Эдсо, сюда! И мы такие, типа, сели на аналогичную лавочку, пообщались с Леонардо и приобрели у него, в моём случае, перчатку. Кстати, вот она. Смотрите, она то ли баганулась, то ли это такая перчатка. Какая-то странная, да? Вроде перчатка, а вроде вот с этой стороны железки торчат, а внутри ничего нету. Что за бред? Это, это чё за перчатка такая странная, да? То есть снаружи железо, а внутри ничего нет, как бы просто голая рука. Если уж и делать перчатку, то перчатка так перчатка, она должна быть полностью железной. Внешнюю сторону так защищает, а внутри ничего нету. Эдсо, руки себе так самозолит все, если будет с такой перчаткой пользоваться вообще и ползать по стенам и так далее, лазить. Короче, помните, я говорил вот, что вот эта лавочка очень похожа как у Леонардо? Потом я ещё такой типа вспомнил, что точняк, а ведь как раз, по-моему, где-то там по сюжету ещё одна лавочка появится. Может это она? Да, так и есть, это она, смотрите. Прошёл первую миссию по уничтожению машин Леонардо, по уничтожению его изобретений. Ну и как бы уничтожил какую-то машину там, какую-то пушку. Но это не танк, это просто какая-то пушка, машина с пушкой. И вобана! Смотрите, что появилось, да? То есть эта лавочка имеет теперь подсветку и даже вот этот перстень или как это называется? Короче, символ вот этот, типа, сядь сюда. Указательный знак. Ну, в общем, вы поняли. Итак, садимся. Я знаю, тебе опять что-то нужно. И Леонардо уже что-то тут знает и откуда-то снова появился. Он тут как тут. Всё это время стоял и караулил, когда же мы сядем на эту лавочку. Вот реально, стоит нам только на неё сесть и Леонардо тут как тут. Причём, если бы мы сели в другой части города, он тоже бы там бы оказался. Сразу же. Странно, да? Прям вот он знает, где мы окажемся и когда мы окажемся. Вот прям вот чувствует. Ну что ж, двойной клинок или же отравленные дротики. Так-то двойной клинок не особо нужен. Для экспериментирования лучше бы вот, не помешало бы вот эту штучку приобрести, да? Улучшает механизм спрятанного клинка, позволяя стрелять из него отравленными стрелами. То есть до этого мы как бы могли просто стрелять пушкой, да? Пистолетом. Пистолет в клинке. И просто использовать яд при помощи клинка. А сейчас можем ещё и стрелять ядом. Окей. Дорого, конечно. Мы сейчас все деньги потратим. Жди здесь, я скоро вернусь. Жди меня здесь. Скоро всё будет. Ну что ж. Ну ждём. Хрена ли ещё остается делать. Так-так-так. Опа-на. Один укол, и все враги падут. Разве все? Один укол, и упадёт всего лишь один. Чтобы все враги пали, это надо уколов 20. И не уколов, а, наверное, дротиков каких-то. Да? Один укол. Скорзанул, конечно. Ну ладно, ребята. Реально, мне до сих пор кажется, что у меня иногда что-то это как-то вот подфризовывает, что ли. Что-то сегодня какой-то неудачный заход у меня в Assassin's Creed Brotherhood. Обычно такого нету, да? Последний раз, вот помню, у меня были жестокие лаги. Потому что я вебку неправильно настроил. Считай, у меня как бы игра пишется в Full HD разрешении. И вебка писалась аж в 2К разрешении. Из-за этого ком был нагружен. И вроде даже как-то по FPS все нормально было, да? Было там 150, это разве мало? То есть, да, могло бы быть и 300. Ну как бы, ну даже 150, это вам не 20 какие-нибудь, да? Даже 150, это весьма много. Но тем не менее, глючило. Короче, я вот разобрался, вебку настроил. Поставил разрешение вебки не 2К, а 600 на 300. Все, у меня игра пишется в Full HD мониторе. А разрешение вебки пишется 300 на 600. 600 на 300. Сейчас я вот ее ничего не менял, блин. Вообще ничего не менял. Что-то иногда вот так вот бежишь, да? И фризит иногда. Чуть-чуть, чуть-чуть иногда. Но бывает, подфризовывает. Какого-то хрена. Может быть из-за того, что у меня этот жесткий диск, который я уже наполовину использовал. Новый жесткий диск. Относительно новый, ему 3 месяца всего лишь. 4терабайтный, а я уже наполовину его израсходовал. Уже как бы он наполовину занят. Короче, я ведь его до сих пор ни разу не проверял на биты сектора. И так-то он вроде исправен. Ну а вдруг все-таки неисправен? А вдруг все-таки вот, так сказать, не сразу, но вот со временем... Во-во-во, видели? Фризануло. Со временем вот выявилось то, что там, не знаю... Может быть... Ну, может быть... Ну, короче, он просто может быть неисправен и все. Поначалу вот был исправен, а потом вот, так сказать, потихонечку... Вот начал выходить из строя. Считаю, может быть, он исправен наполовину, а я как раз половину уже занял. А вот... 1700 гигов у меня уже занял. Осталось всего 2000 гигов. Ну и, короче... Вот, может быть, вот это место, которое осталось, может быть, там все-таки 5000 тарак... Фиг его знает, ребят. Фиг его знает. Помню, у меня раньше был 11 раз в жизни, я купил жесткий диск на терабайт, и он действительно был бракованным. Прям очень сильно бракованным. Но его брак, он и то всплыл не сразу. Во-первых, я еще тогда не знал в тот период жизни. Так, я и думаю, что я приближаюсь к миссии? А на карте я как будто отдаляюсь. Кто там умер? Кто там погибает? Кому скорая мчится на помощь? Короче, у меня отметка на карте просто куда-то там. Фиг его знает куда. Давайте мы ее уберем. Вот, миссия. Сейчас еще и по пути рекрута еще одного раздобудим, да? Тут кому-то нужна помощь. Вот сейчас мы его спасем. Так. Ну ладно, конь пока что нам не нужен. Он пытается нас догнать, а мы удираем. Ну, как бы ладно. Бывает. Я сбился с мысли какой-то. Что-то я вот не договорил. Я вот сбился с какой-то мысли, ребят. А, по поводу жесткого диска. У меня раньше был жесткий диск. Купил жесткий диск на терабайт в 19-м году, помню. Нет, не в 19-м. В конце 18-го года я купил жесткий диск на терабайт. 18-й год, сентябрь. Сейчас расскажу историю. Освобождение Рима началось. Спасибо, сеньор. Это был храбрый поступок. Научите меня, как бороться с этими тиранами. Тираны. Скотопаза. Эти прихвостни Порджи. Псы позорные. Подзаборные. Псы подзаборные позорные. О, блядки. В сентябре 18-го года я купил жесткий диск на терабайт. Поначалу все было окей. Ты кидаешь какие-то файлы, загружаешь какие-то файлы на этот жесткий диск. Все хорошо. Они очень быстро туда перекидываются. Жесткий диск, ну, в принципе, нормальный, да? То есть ты какие-то файлы открываешь, заходишь в какую-то папку, все моментально открывается, все моментально заходится. Там открываешь какое-нибудь видео, которое ты отснял на этот жесткий диск, оно моментально открывается. Все хорошо. Но со временем я заметил, что началась какая-то подторможенность. То есть диск начал как-то вот там спустя, может, месяц-полтора, начал как-то дольше грузить. Заходишь в какую-то папку, небольшая прогрузка. Открываешь какое-то видео, небольшая прогрузка. То есть оно не сразу открывается, не сразу заходит в папку. Даже если тебе сразу открыли папку, файлы, которые в этой папке, не сразу все прогружаются. Потихонечку надо вот ждать, когда прогрузятся все. А раньше такого не было. Заходишь, все сразу моментально открывается, все моментально прогружается. Спустя еще где-то полтора месяца в итоге он конкретно так накрылся. Он вообще уже не открывался. какую бы папку ты не открыл все ком просто за намертво зависал но в каком плане намертво он не зависал в том-то дело что он работает но ты уже не можешь даже закрыть эту папку ты не можешь назад сделать то есть бесконечно грузит она реально пытается прогрузиться вот просто бесконечная загрузка этих файлов они реально прогружаются но очень сильно долго потихоньку то чтобы все файлы этой папки прогрузились хотя их там немного да наверное реально минут 10 надо 15 ждать это когда они прогрузятся ты захочешь открыть какой-то файл он блин вообще наверно если это видео как он вообще наверно не откроется то есть в итоге короче я понял да что этот диск накрылся потому что зайдешь в другой жесткий диск какие-нибудь папки файлы которые там все хорошо то есть грузится быстро заходишь именно в этот жесткий диск и в какие-то папки в какие-то файлы на этом жестком диске все пипецки долго грузит просто нереально все прямо за не зависает намертво просто невозможно короче было пользоваться файлами на этом жестком диске в целом этим жестким диском вот помню был такой инцидент но в итоге как бы отнес днс до действительно брак действительно брак так что вот запомнил эту историю надолго то есть это вообще к чему рассказал эту историю потому что жесткий диск даже с ним бракован он может не сразу этот брак проявиться то есть он может со временем крякнуться да и хорошо что если ты действительно вовремя еще и успеешь предпринять какие-то меры и сохранить файлы перекинуть их на нормальный диск потому что ну как бы я уже рассказал историю что там потом вот спустя еще полтора месяца вообще ничего не открывалось уже там шанс как-то перетаскать файлы с этого жесткого диска на какой-то другой жесткий диск это может сделать все таки это можно сделать еще круче ситуация когда у тебя вообще конкретно так накрылся диск когда вообще уже вот просто вот был и нету да такое тоже может быть бац и все файлы и разом удалились просто потому что 1 диск накрылся все то может быть даже комп его уже не видит этот диск он не работает здесь как бы он работает но бесконечно грузит и типа как бы это лучше чем когда он вообще полностью накрылся это конечно лучшим есть хоть какой-то шанс спасти файлы но если у тебя там допустим 2 терабайтный диск и полностью весь все два терабайта заняты прикиньте да как долго ты будешь ждать когда все эти два терабайта прогрузится если диск стал накрываться пока ты еще перекинешь на нормальный диск это просто уже что-то не фантастическое просто на грани это мой маленький что-то нереально я взял на себя смелость организовать систему связи с нашими новичками мы отправляем приказы с почтовыми голубями спасибо макеавелли бартоломео просит простить его французы усилили натиск клауди так у меня есть план борьбы с борджа мы можем лишить его либо средств либо сторонников и того и другого лишим чазары средств и он останется без армии и вернется ни с чем итак я спрашиваю где он берет деньги вольте папу снабжает деньгами агастина чиги но чазары ведет дела с кем-то другим я знаю только то что этого человека называют банкиром я знаю должника этого банкира сенатор и гидеотроки постоянно жалуются девочкам на жизнь бене я займусь этим дорогу ведущий в замок охраняют французские солдаты ты не сможешь подобраться к чазар я намереваюсь убить генерала французов тогда бартоломео заставит их перейти к обороне и оставить свои позиции на мосту даже если избавиться от французов у ворот остается папская гвардия я знаю потайной ход у пьетра нового любовника лукреции есть ключ он был в замке приходи позже я прикажу моим ворам найти его это последняя миссия в этой последовательности тут было очень много миссий кстати но последовательность почти что завершена то следующая последняя последовательность будет 5 называется банкир какому-то банкиру я его помню этого чела его сложно не запомнить короче какому-то там банкиру посвящена целую последовательность вау блин в этой последовательности так много было микро боссиков назовем это так микро каких-то злодеев не просто каких-то стражников или каких-то npc а именно персонажей с большой буквы то есть и разработчики сделали уникальную модель скина даже и посвятили целую миссию допустим вот этот врач-убийца мальфатта вот этот вот просто какой-то безумный убийца тиран маньяк как его еще назвать не знаю кто это такой сильвестр стал он и нет не стал он и не андреевич а сильвестр саботине саботине так называемый от слова саботаж наверное короче вот этому сильвестру тоже и скин замутили уникальный необычный интересный жуткого типа мрачного жуткого типа так еще и мало того что скин замутили до к целую миссию посвятили и даже какие-то диалоги есть его даже этого персонажа кто-то озвучивает но опять же такое ощущение как будто эти персика подрезаны и урезаны и как будто все таки сюжетка сюжетная линия с ними должна была быть больше как будто бы такое ощущение в конце концов этот врач он ни слова даже не произносит мы его просто догоняем и убиваем миссия пройдена показывают одну единственную сцену которую обычно показывают когда убиваешь каких-то боссов но в этой сцене это просто говорит реквеска in patch все то есть никаких поучительных фраз поучительных что ты там был мерзавцем всю жизнь но теперь земля тебе пухом парень надеюсь ты исправишься на том свете переход в иной мир мучителен но ты это заслужил ты был подонком но надеюсь ты это осознаешь да и какие-нибудь оправдательные слова этого убийцы врача да я был скотиной но я все понял ты направит нас отец понимания на том свете я не знаю да короче ничего такого не было блин реквеска in patch и все и с этим сильвестром то же самое реквеска in patch и все не он ни слова не сказал ни это суд кроме реквеска in patch ничего не добавил и почему это реквеска in patch и даже не переведена почему он говорит реквески in patch и если во второй части assassin's creed он говорил покойся с миром что за херня и это воу-воу-воу хорошие тицы тицы nice boobies и все такое не реально неплохо нарисовали неплохо вот это портрет в реальной жизни она у нее как бы поменьше титяндры чем здесь портрет лукреции бордже вскоре после смерти отца лукреция бордже покинула рим и поселилась на вилле своего мужа альфонса дэ стэ альфонса дэста бель ригуардо прошу прощения за свой французский это кстати реально по ходу французский к слову альфонс вот это вот самое главное слово да его зовут альфонс дэста ну понятно почему альфонс почему решили так назвать да по приколу походу как бы нон альфонс как этому круто уважение респект чел дает красава не каждый так может быть альфонсом под крылом самой лукреции бордже магиот чел магиот так что у нас тут еще есть на этой ассасинской базе и вообще я так и не прочитал чему посвящен сегодняшний эксперимент это ж мы не просто играем ребят если кто не понял вы доходитесь на моем канале а мой канал посвящен игре с этим скрипт бразер ход экспериментированию так у этой миссии даже есть картинка план случайно вышел миссия называется план даже вот такая картинка какая-то цель задания поговорить с макия велик клауди или вольпа и катериной и предложите план победы над бордже над этими прихвостями сами позорными под забор пояснение моего эксперимента я хз что можно проверить я так и написал предлагаю выйти не по главному входу а как-нибудь иначе покинув покинуть логово ассасинов после чего как-нибудь хзк остановить катерину не запуская последнюю сцену как это там последняя сцена какая-то катерина нам на дает остановить ну я как бы знаю что за катерина катерина сфорция и будет какая-то сцена с ней нам надо ее установить ну не по заданию а по экспериментированию надо нам надо ее установить окей а куда нам вообще ячет не понял куда-то будут по карте куда-то на выхода а чё это смотрите а нет не на выход вот сюда shift взаимодействовать какая-то карта окей а если не подбирать ее просто покинуть логово ассасинов действительно не покидается прикиньте не покидается я даже оружки не могу сменить все как в тот самый раз когда я пытался уже подобное проверить точно так же на самой последней миссии в последовательности но только не 4 а наверное в 3 мы там с архитектором что-то пытались сделать точно так же потому что я не мог не знал что придумать и чаще проверить это единственно что пришло мне в голову не поговорить с архитектором а попробовать его убить или покинуть базу ассасинов и мы точно также не могли ни оружие сменить не покинуть эту базу абсолютно сейчас тоже самое я не знаю что придумать решил просто убежать не получится это все иллюзия вот показал вам вы возможно этого не знали я тоже этого не знал вот сколько ассасинов у нас так я не понял подождите мы блин я там все пропустил я помню для двух ассасинов отправлял на задание с 47 процентами победы они выиграли или не выиграли вот во время монтажа прыгали попробуй приглядеть садочек пропустил все по-быстрому чё там было написано там мы выиграли мы ассасины они выжили на этом задании на победу которого было 47 процентов они походу умерли да они походу умерли потому что что-то как-то мало здесь пиплов я уже столько новых этих рекрутов спас а старые то куда делись видимо исчезли все умерли погибли они во время задания 47 процентов было мало было мало и они погибли чё нам надо сделать очки навыков я никого не могу прокачать улучшить ничего не могу сделать контракты ну давайте отправим москва говорит москва у как сложно ну чё ну давайте всю команду отправим я думаю что победа у нас в кармане приступить к заданию 83 процента на победу игрулечка пощади меня пожалуйста покиньте убежищем пощади меня пожалуйста сделай так чтобы они выиграли и не было бы оповещения о том что все пять ассасинов погибли при исполнении своего долга с и куда ты сейчас я ничем не могу тебе помочь я поеду к своим детям и там буду ждать когда мне вернут мои земли хочу чтобы ты осталась теперь ты предводитель ассасинов объедини их это аудитория и освободи рим освобождение рима закончилась что там стоять удовольствие али ассасин ребята шо за язык такой почему все на испанском харе на своем буржуинском трындеть что-нибудь по-русски можете сказать где дубляж я не понял что за халтура актеры дубляжа у меня к вам большая претензия бабло взяли а дубляж не сделали прочитали как есть на иностранном ну чё ну нам прогрузили следующую последовательность называется банкир я все правильно понял это следующая последовательность до плюбасы и миссия первая в ней называется возвращение долгов что будет если не спасать и гиди и гиди о троки от стражи цель защитить сенатор короче наша цель какого-то сенатора защитить следующем видео мы этого делать не будем наверно посмотрим наверно сейчас запишу это видео чтобы узнать точно ли это следующая последовательность в плане у меня написано что это последовательность 5 банкира раз это последовательность 5 банкир давайте купим банк соусори парень соусори у тебя крутая прическа ну когда полюбоваться на прическа лонг хэйр с такой челки до прическа как у нашего отца джувани когда-то был такой чел васачин скрид 2 джувани аудиторы вот у него тоже были длинные волосы вот с примерно такой челкой а ну и у петруча тоже были длинные волосы тоже с какой-то такой челкой я не понял где у нас банк а где банк я вижу только бабки на вершине этого здания но это как бы вроде банка вроде не банк че за пред а вот он вход еп изучить улучшить у нас кстати только что было 900 я вот не зря все-таки сундучок ограбил то не хватило бы а у ем последовательность 5 банкира начинается с покупки банка неплохо что у нас тут забрать деньги всего 200 да вы угораете ну ладно пойдет или чё или подожди сколько я забрал я вроде 200 забрал а у меня вон 3000 а сколько я ограбил из сундука я чё-то не посмотрел кому-то тут нужна помощь мирный житель в беде мой долг спасти его чтобы было больше рекрутов так опа-па отдыхает парнишка милая дама я спасу вас освобождение рима началось освобождение рима началось я разобралась бы с ними но все равно спасибо а куда вы теперь пойдете ты чё игнорируешь милую даму она задала тебе вопросы с аудиторой до ференса куда вы теперь пойдете дождите а почему она вообще нас об этом спрашивает это это нас интересует вопрос куда она теперь пойдет потому что она ничего не сказала ничего не сказал ни слова не ни словом не обмолвилась о том что хочет вступить в ряды ассасина и мы ничего не предлагали причем тут какое-то освобождение рима чё блин прикиньте да к вам бы подошел человек и сказал бы освобождение екатеринбурга началось чего блин освобождение москвы освобождение санкт-петербурга началось чё-чё-чё освобождение мухосранска началось пердищинск в котором я живу а его кто-то захвачивал ну что ж продажные чиновники да поделом давно хотел вступить в такие ряды и про учителей всех мерзавцев у власти свергнем же власть вместе но ребят ладно я думаю что на этом стоит закончить мы уже даже добежали до следующей миссии продолжим следующем видео это был на связи зак кодовое слово освобождение екатеринбурга так и напиши я если что не в санкт-петербурге не в москве не в екатеринбурге живу я живу в каком-то пердищинске о котором не скажу но это не екатеринбург и не москва но вы напишите кодовое слово освобождение екатеринбурга и увидимся и кстати если вы живете в екатеринбурге еще можете плюсик написать чтоб я знал что вы оказывается даже в екатеринбурге живете в екатеринбурге о котором сейчас идет речь ну что ж ладно всем пока